Всем привет, мои хорошие! С вами Акеймери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать жареные пельмешечки. Также у нас здесь гигантские креветки, которые превратились вот в такой вот размер всего лишь. Мы их пожарили, они настолько уменьшили, что это просто ужас какой-то. И давайте будем обсуждать актуальные темы, отвечать на ваши вопросы и, конечно же, прежде всего, кушать. Ребят, я хочу с вами поговорить на тему того, что я в сообщество выложила Дашу. Она тоже снимает мокбанки и мне хочется ее поддержать, потому что она моя родственница. Да и вообще, я считаю, что она молодец, только начала. И почему-то на нее льется куча негатива из-за того, что я ее поддерживаю. Блогеры, которым я сказала, что я не рекламирую никого, начинают писать там в комментариях, что ты же не делала рекламу. Так, ребят, это не реклама. Это просто мне хочется поддержать человека. Мы с ним лично знакомы. Мы родственники. Почему нет? Вот. Поэтому я не вижу здесь ничего такого криминального. Мне неприятно, что некоторые мои подписчики позволяют себе такое. Переходить на ее канал и начинать ее там обижать, оскорблять, что качество у нее плохое и так далее. Она старается. Пытается как-то улучшить, что-то сделать. Не все сразу. Просто зайдите на мои первые видео, и вы будете в шоке от того, в каком качестве эти видео. Как я ужасно излагаю свою мысль. Вообще нет монтажа. То есть все, что сказала, все и в видео. Ничего не вырезается прям. Все мы развиваемся. И не в тех это получается с первого раза. Поэтому нужно уметь поддерживать людей. Короче, в общем, как-то так. Я надеюсь, что мы друг друга поняли. Жареные пельмешки обалденно. И макая в кефирчик, в котором уже есть чесночок. Как-то так, ребята. Мамочка у меня сегодня уезжает. Точнее, завтра. И давайте немного поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Тут вот девочка задает вопрос касательно того, буду ли я снимать видео с девочками по 12-13 лет. Я бы хотела, но, к сожалению, моя аудитория почему-то это не нравится. Когда я с девочками снимала последними с Фаридой Амины, много кто писал, что давай постарше кого-нибудь. Поэтому я даже не знаю, буду ли я вообще снимать с подписчицами, с какими. Я пока не решила. Моего парня очень напрягает то, что очень много людей будет знать мой адрес, мой номер телефона. И вроде бы подписчицы мне ничего плохого не делают, но... Я могу наткнуться на такого человека, который завтра может раздать мой номер. Рассказать всем, где я живу. Мало ли что, вы тоже поймите меня. Вы, например, меня знаете, а я вас нет. И люди разные. Однажды... Я вам рассказывала или нет, не знаю, но... Одна девочка у меня в конкурсе в инстаграме выиграла палетку Тенеет Революшн и хайлайтер. И получается, чтобы с ней встретиться, я как бы ей дала свой номер, потому что нам нужно было встретиться, и я должна была передать ее приз. Мы увиделись. Я ей передала. Но потом очень часто она начала мне писать. Затем начала писать ее двоюродная сестра, которой 9 лет, которая смотрит мои видео. И мне приятно. Но, понимаете, вы немножко отвлекаете, и мне не очень удобно, что все знают мой номер. Это тоже не очень, так скажем. Потом та дала еще какой-то своей двоюродной сестре. Я ей говорю, что... Зачем ты даешь мой номер? Она говорит, да я никому, вот только своей двоюродной сестре. Понимаете, это двоюродная сестра, а то и двоюродной сестре. Другая третья. И в конце вот так вот. Поедине мне ничего плохого не пишут. То есть мы тебя убьем, закопаем, такого нет. Просто каждый раз люди пишут. И в WhatsApp у меня в основном люди родственники, не знаю, парень. Когда у меня на WhatsApp приходят сообщения, то я сразу знаю все это, что-то важное. И не отвечать я тоже не могу. Но и отвечать тоже, понимаете. Слишком много людей. Одна пишет, не знаю, поздравь мою сестру с днем рождения в Инстаграме. А ты не знаешь, как сказать да или как сказать нет. Вот элементарно из этих приветов. Вот передаешь привет одному, например, человеку, да. Потом ты видишь, все остальные подписчики просят тоже передать привет. Мне это не жалко. Я могу всем передать привет, но просто видео будет неинтересным. Если все видео, я просто буду передавать приветы. То есть вы не судите людей, как себя. Понимаете, вот вы, например, соображаете, что слишком много писать, слишком навязываться нехорошо. А есть такие люди, которые вот могут спокойно, не знаю, своей доверной сестре отдать мой номер, не спросив об этом меня. Ну, ребенок, знаете, ты не можешь отругать ребенка. Но опять же, момент неприятный, согласитесь. Вот такие вот моменты. Поэтому я не знаю. Вы знаете, мне одна подписчица рассказала историю, и вот после этой истории мне реально как-то страшно. Но пока что вот девчонок, которые я звала, например, Айсель, она очень воспитанная. Она очень воспитанная. Она не навязчивая, она очень умная. она реально как друг, да, подруга. И вот эти вот девчонки Амина и Фарида тоже очень душевные девочки. И насчет них я ничего плохого не могу сказать. Мне они обе очень понравились. Вот некоторые писали в комментариях, что видно, что Айка интереснее с Фаридой. А с Аминой не очень. На самом деле это не так. Абсолютно не так. Мне очень понравилась Амина. Вы бы видели, как она в тиктоке танцует. Вообще супер. Однажды, где-то наверное полгода назад я встретила свою подписчицу. Вы можете найти концерт Джонни был. даже не полгода, месяца восемь назад. И в тот период у меня было не так много подписчиков. Подошла девочка сфоткаться. Мы сфотографировались, потом что-то сговорились, и она говорит, что может дать мне свой номер. Я сказала окей, дала ей свой номер. И вы знаете, постоянно этот человек пишет, звонит. И это реально очень как-то неудобно. Она может позвонить в такой момент, когда у меня, например, дела или какая-то встреча по работе очень не вовремя, и она продолжает звонить. Мне сначала было очень стыдно ей сказать, что ты реально звонишь очень не вовремя. У меня иногда бывают дела, прежде чем позвонить, просто напиши мне потом. Но потом я ей сказала. и она на меня обиделась и сказала, что если ты не будешь со мной общаться, я твой номер отдам своим одноклассникам. Я такая думаю, нормально так. поэтому не судите всех людей по себе. Люди разные. И особенно это когда подростки, дети, они не понимают. в общем, как-то так, ребята. Алька, расскажи, пожалуйста, про первые заработанные деньги. Я так сейчас не вспомню, но насколько я знаю, первые мои заработанные деньги. Я могу ошибаться, ребят. Но, по-моему, это деньги заработанные в паспорт столе. У всех там блогеров какие-то истории, как они торгуют на базаре бабушкиными помидорами, например, да. У меня, к сожалению или к счастью, такого не было. папа был против того, чтобы я училась и работала, тем более в школе. Работать я начала на третьем курсе. в общем, на этом все, ребята. я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока!